Да, есть такая притча про скорпион и черепаху. Скорпион попросил, чтобы черепаха перевезла его через реку. Ну, черепаха, естественно, испугалась, сказала, ты меня ужалишь, я боюсь тебя везти. А скорпион говорит, нет, я не ужалю тебя. Ну, черепаха согласилась, залез, залез, скорпион залез черепахе на спину. Ну, и, в общем, в ходе переправки скорпион ужалил черепаху. И черепаха говорит, ты же сказал, что не будешь меня жалить, а ты взял меня и жалил. Скорпион ответил, что... Да, вот что он ответил, это что... Моя природа жалит людей. А, да, жалит людей. То есть, по природе, это моя природа жалит людей. Что касается свинины. Одно время я вообще перестал есть свинину. Ну, и, в принципе, до сих пор ее не ем, заменяю либо говядину, либо курицу. Но, тоже, пообщавшись с врачами, я понял, что свинью надо иногда есть. То есть, почему не надо? Если есть возможность есть говядину, конечно, лучше есть говядину отварную. Но, если нет возможности, например, есть говядину, а есть только свинину, то можно есть и свинину. Но курица, то есть куриное мясо, это такое мясо, там, где оно не содержит тех волокон, которые содержит говядина и свинина. Для чего нам нужно вообще мясо? Для восстановления тех мышечных клеток, которые были повреждены во время тренировок. Для восстановления мышц. Ну, в одни словом, для восстановления. Люди, мы хищники, мы всю жизнь ели мясо. Ну, как взять, я вчера ел мясо, а сегодня взять от него и отказаться. Организм уже за столько веков так перестроился. То есть, так привык к мясу, а тут взять и отказаться. То есть, мое мнение, это неправильно. Потраченные запасы аминокислоты, всяких составляющих и частей. Я не знаю, сколько надо съесть мяса, чтобы это все восполнить. А в спортивном питании, в том же ПЦА, в аминокислотах, все это тоже есть. То есть, его пренебрегать именно, я считаю, не стоит. Что касается маленьких боксеров, которые хотят, только хотят начать заниматься боксом, это поставить себе цель, хотя бы маленькую, выиграть, например, чемпионат города и стремиться к этой цели. Если не будет цели, изначально, то не будешь понимать, для чего ты работаешь, для чего ты стараешься, для чего ты вообще тренируешься. И нужно, конечно, понимать, для чего ты пришел в зал. Если просто пришел в зал, мешки побить, время провести, или ты хочешь чего-то добиться, ты должен сразу поставить себе цель, ради чего ты сюда пришел. А не так, ходишь два, три, четыре года, а толку никакого нет. То есть, чтобы был толк, нужно сразу ставить цели. И потихонечку, потихонечку идти. Сегодня чемпион улицы, завтра чемпион города, завтра чемпион области, потом страны и так далее. Ну, чемпионами, конечно, чемпионами не всем суждено быть, но цели какие-то себе нужно ставить однозначно. Без цели, можно сказать, не добьешься ничего. Какую-то цель нужно себе ставить. Представлять, что ты уже подходишь к ней, к этой цели, постепенно подходишь. И свои маленькие достижения, свои маленькие цели, которые перед собой ставил, все это записывать, как-то фиксировать, чтобы ты видел и понимал, что потихонечку я поднимаюсь, потихонечку я приближаюсь к своей основной цели. То есть, должна быть какая-то еще фиксация. Расскажу такой анекдот. У боксера спрашивают, берут интервью и спрашивают у него, так и так вот, скажите, а если вот вы идете по улице и на вас нападают трое, ваши действия, что вы будете делать в этот момент? Ну, я, что, одного с левой, второго с правой. Ну, и тишина такая. А третьего? А что, третьего? А третьего у меня день рождения.